всем привет дорогие друзья с вами как всегда ваш несметный потрясающий и очень скромный ведущий никит никитин и сегодня у нас в гостях аня цветкова они привет представься пожалуйста кто ты такая почему ты такая и вот меня зовут аня как сказал уже никита мне 23 года я дочка пастора поэтому меня сюда пригласили расскажи прежде всего ну я не так хорошо знаю твою семью пока что расскажи про твою семью немножко в моей семье моя семья большая нас пятеро у меня четыре брата младших я старше и затем 4 брата до мои родители является пасторами уже более 24 лет первую церковь они открыли на урале и затем уже более 14 лет назад мы переехали сюда в санкт-петербург и здесь они тоже открыли церковь новый завет части которой сейчас я являюсь супер расскажи ты находишься в служении или нет да я нахожусь в служении рассказать когда занимаешься я занимаюсь служением перевода то есть если у нас приезжают гости то мы переводим у нас есть синхронный перевод на служение английского брали на английский с русского на английский если да кто-то выступает то с английского на русский также я занимаюсь в молодежном служении помогаю лидеру всем чем могу и у нас есть театральное служение там тоже я выступаю. Вау, прям, серьезно ты в служение углубилась. Расскажи, пожалуйста, ну, вообще, каково это, прежде всего, в твое детство уйдем, как, как, каково это было расти в семье верующих родителей, да еще и когда они по сторонам? Было хорошо, и если, когда меня спрашивают, как было это сложно, мне, мне нравилось это, потому что другой жизни, наверное, я не знала. У нас было очень много переездов, у нас было очень много моментов, когда нужно было чем-то жертвовать, и, возможно, это было сложно, но мне нравится. Сталкивалась ты с таким, что тебе приходилось, вот ты еще и дочка старшего пастора, тебе приходилось быть примером. Конечно. И как ты к этому относишься? Это большая ответственность, иногда тяжело, потому что, ну, может быть, хотелось бы где-нибудь, ну, как сказать, нет, такое слово мне не нравится, но, может быть, где-то полениться, что-то не сделать, но ты понимаешь, что на тебя смотрят другие, и не только просто девочки, например, а дочери других пасторов на тебя тоже смотрят, потому что ты дочь старшего пастора, ну, поэтому есть, конечно, такое бремя, которое нужно нести, но я тоже думаю, это привилегия, потому что это держит меня. Это здорово, это тебя стимулирует, да? Да. Расскажи, вот чуть-чуть в детство, ну, или в юношество, или не знаю, как правильно сказать, про школу. Твои отношения в школе, ты, наверное, там, там ты в первый раз столкнулась с неверующими людьми или как? Неверующие дети были в детском саду, в принципе, там я столкнулась впервые, когда, ну, рассказывала о Боге и рассказывала, как молиться, ну, там, конечно, это было проще. В школе было время, наверное, класс шестой-седьмой, когда я стала сектанткой, но вообще у меня отношения всегда были хорошие со всеми. Ну, то есть вот тебя не гнобили там, да, или как? Ну, было пару парней, которые пытались, конечно, и это меня очень сильно задевало до слез, но, слава Богу, за родителей они как-то поддерживали всегда. Было тебе стыдно в то время, что ты христианка? Да, было. Ну, класс шестой, седьмой, восьмой, наверное, даже до девятого я особо не распространялась о том, что, ну, как бы люди и так знали, что я хожу в церковь, они меня называли святошей, но я об этом молчала. Был ли момент, когда ты решила, что тебе нужно уйти, ну, или какой-то, когда ты ушла из церкви? Такого момента не было. Ну, а когда твои внутренние все говорили, нет, не хочу, там... Нет, не хочу, никогда не было, церковь всегда была частью моей жизни, и, наверное, благодаря тому, что уже с 14 лет я стала участвовать в служении, это меня удержало от каких-то таких шальных мыслей. Поговорим о тебе настоящей. Тебе известно твое призвание? Мое призвание — это служить Богу и людям, которые есть в нашем городе, и если однажды Бог отправит меня куда-то еще, то буду служить там, но это всегда отношение с людьми. И жизнь в служении, да? Да. А кто для тебя вообще Бог? Бог для меня мой отец, во-первых, это мой друг, и это тот, кто ведет меня, это мой спаситель. А как ты чувствуешь и переживаешь Бога? Нас наверняка смотрят многие люди, которые не верующие, ну, даже не знают. Расскажи, что ты почувствуешь, переживаешь, что, ну, как бы, что такое Бог? Бог для меня — это тот, кто всегда рядом, потому что, ну... Он за спиной там или где он? Нет, он внутри меня, то есть это тот, кто, вот, даже если я абсолютно одинока, я не знаю, что делать, он всегда мне поможет. Я как-то размышляла, когда училась в университете, и девочки очень сильно волнуются перед экзаменами, а у меня такой внутренний покой, потому что я понимаю, что, ну, несмотря ни на что, Бог, он вот поможет. И вот это вот чувство, что ты никогда не одинок, и чувство того, что... Ну, внутренней радости, то есть у меня никогда не было моментов каких-то таких депрессий, чего-то такого, но Бог, он всегда восполняет все, что нужно. А как у твоих братьев, например, ты замечаешь за ними какие-то, там, косяки, там, не буквально, а может, и буквально, я не знаю? Ну, у меня четыре брата, и из них уже трое в служении тоже находятся. Конечно, как старшая сестра, я вижу их недочеты, и это меня немного раздражает иногда, но они тоже меняются, слава Богу, я вижу, когда они стали вот больше участвовать в служении, это тоже их ведет, направляет, то есть я не могу сказать, что кто-то у нас, кто-то из мальчиков далеко от Бога, кто-то не понимает его, кто-то не хочет быть в церкви, но я думаю, это большой плюс и заслуга родителей. А какие ты вообще видишь вот плюсы и минусы в воспитании детей христианскими родителями? Ну, плюсы в том, что, конечно, они с самого начала пропитывают, если так можно сказать, детей Евангелием, то есть дети, они с самого начала знают, кто такой Бог, кто постепенно учится узнавать Иисуса Христа, как того, кто рядом с ними, и я думаю, что христианская семья, которая действительно с Богом, она всегда исполнена любви, это самое главное для любого ребенка. Какие минусы могут быть? Ну, наверное, особенно если это служители, они могут так уйти в служение, что они иногда пренебрегают своими детьми, могут их иногда где-то подвинуть из-за своего служения, ну, то есть иногда будут идти приоритеты. Я чувствовала это, когда только маленькая была, потому что родители тогда сами были молодые, горячие, и им нужно было быть больше в служении, но меня это не задевало, то есть я привыкла к этому, и для меня было нормально, что родители служат, и я рядом с ними. Сейчас мои родители гораздо больше уделяют внимание мальчикам младшим, и я думаю, что через это я тоже учусь и наблюдаю за тем, как нужно все-таки, кого ставить в приоритете. Как ты думаешь, как ты будешь воспитывать своих детей? Ну, я думаю, тебе с братьями несколько легче, чем другим. Ну да, я уже немножко знакома с процессом воспитания, но буду воспитывать главное в любви и уважении, чтобы они тоже... Вопрос наказания меня интересует. Наказания, ну, то есть меня наказывали, вот прям реально наказывали. Прям по спине. Ну, не по спине, но были, да, были наказания, и, не знаю, для меня это была норма, я не была послушным ребенком. Сейчас, например, модель воспитания в моей семье изменилась, то есть таких наказаний телесных нет. И я тоже это анализировала и понимаю, что, ну, наверное, подход к каждому ребенку, и, ну, никогда не было такого, что тебя наказали, и все. Ну, то есть всегда были объяснения, почему это происходит. Ну, это правильно, да? Я считаю, что это правильно, да. Расскажи, как ты узнавала Библию? Ну, сначала это, конечно, воскресная школа, где рассказывают самые такие основные моменты. В нашем доме всегда была куча детских Библий, всех изданий, все, какие только возможно. Сама я начала читать, ну, вот папа мне сказал лет в 11, что пора тебе уже взрослую Библию наконец-то читать. И вот с того момента я, наверное, стала ее читать. Ну, у тебя вот с 11 лет такие отношения? Именно отношения со Словом Божьим лет с 16 начались, да. Когда я стала вот ежедневно... У меня есть такой мой духовный наставник в церкви, молодежный лидер, и она посоветовала записывать какие-то места писания, которые особенно меня касаются. И это получилось на три тетрадки, потому что я выписывала практически все. Я думала, это какой-то неправильный совет, но это, на самом деле, очень помогло мне, и каждый день я пребывала в Слове. Итак, дорогие друзья, рубрика «Знание Библии» с Аней. Кто был проглочен большой рыбой? Ной, Иаков, Даниил или Иона? Иона. И это правильный ответ. Какая книга является девятой в Ветхом Завете? Книга судей Израилевых, первая Самуила, вторая Самуила или Михей? Что-то из Самуила, скорее всего. Первая? Вау. Жесть, я такого даже не знал. Что намеревался сделать Валаам, когда с ним заговорил осел? Проклинать евреев, предложить свои услуги проводника странствующим израильтянам, принести еду странствующим израильтянам или благословить евреев? А еще раз, он что хотел сделать? Но он хотел проклясть вообще. Так, слишком многое она знает. Сейчас посмотрим. Согласно Псалму 23, кто является Господом? Пастух, силач, сторож или мститель? Ну, наверное, пастух, как пастырь. Так. Сколько сыновей было у Иакова? 16, 12, 5 или 10? Хм, 12. Ладно, друзья, это победа. Это мои искренние хлопки. Кто для тебя пример? Ну, во-первых, родители. Ну, если именно с точки зрения жизни, как девушки, да, это моя мама во многом для меня пример. И у меня вот есть, как я сказала, мой наставник, Катя ее зовут, тоже из моей церкви. Она является молодежным лидером. И она тоже очень большой пример для меня, потому что, когда я была подростком, она взялась за меня, так сказать. То есть она помогла мне узнать Бога ближе. Ну, это интересно. Ты, получается, почти не проходила никаких моментов, там, перелома, там, слома, ухода? Или все-таки были такие? Не было переломов каких-то. Ну, то есть в какой-то момент я хотела Бога узнать, что вот Он реально мой Бог, а не просто... Я всегда знала, что Он есть, то есть потому что мое детство, оно было наполнено разными чудесами, ответами на молитвы. То есть я не могла не знать, что Бога нет. И, наверное, вот я просто хотела стать его частью, то есть быть вместе с ним. А так, чтобы все это меня все достало, и мне это все не нравится, такого, слава богу, не было. Дралась ли ты с мальчиками? Да. Много? Ну, во-первых, у меня есть братья, поэтому, когда мы были маленькими, мой брат, который следующий после меня, мы ему очень много дрались. И как-то в школе я мальчик у нас сломала. Самый твой запоминающийся нехристианский поступок. А в каком смысле нехристианский? Ну, значит, нет, неправильно. Неправильный? Чтобы вспомнить. Ну, например, когда я поделала пятерку в дневнике. Уходим. Не, жесткий, жесткий. Ладно. Твои особенные ценности или твои взгляды особенные, которые ты думаешь не у других, но с твоей точки зрения это правильно, и ты бы хотела это видеть у других. Ну, ценности, которые я разделяю, которые меня учат, это, во-первых, любовь, потому что без любви, как сказано, вообще все пусто, нет смысла. Поэтому любовь, она должна исполнять наше сердце, но не человеческое нашими собственными силами, а именно чтобы Божья любовь была в нас. И я думаю, очень важный критерий, который я не всегда сама придерживаюсь, как я сказала, я подделываю, например, оценки, да, честность во всем. Честность — это очень важная ценность, которая должна быть у христиан, потому что, ну, неверующие люди, они очень наблюдают за этим. Что ты думаешь есть неправильного в христианском обществе? То, что вот очень много. То есть, когда ты смотришь на христиан, что у них может быть не так? Лицемерие. Ну, то есть, когда ты внутри не такой, а вот снаружи ты показываешь правильно. А еще какие-нибудь? Еще пару ласковых? Пару? Я не знаю. Ну, вообще осуждать других мы не имеем права, но я не знаю. Ну, а осуждение вообще часто сталкиваешься с ним? Ну, может быть, сплетни, да, очень часто бывает, слышишь. Вот. Ну, это то, что, в принципе, есть везде, в человеческой натуре это есть, и оно иногда вырывается, и у христиан, потому что все мы люди. Твой самый главный совет, который ты можешь дать сначала родителям по воспитанию детей, и потом детям по воспитанию родителям. По воспитанию родителей? Давай, совет. Родителям, наверное, советовать больше любить своих детей. Ну, я не знаю, можно вообще советовать что-то родителям, потому что мы дети. Ну, какие, например, может быть, какие-то были непонимания, или ты бы советовала, чтобы получше, например? Ну, я думаю, больше уделять внимание своим детям, не забывать о них, хотя мы такие очень занятые, и у нас много работы, много сложения. Всегда стараться прислушиваться к своим детям, и просто уважать их, наверное. Как сказано в Библии, не раздражайте своих детей. Иногда родители становятся, ну, на какую-то такую точку зрения, что вот, только я прав, но дети тоже иногда бывают правы. А детям уважать своих родителей и ценить их, даже несмотря на то, вот, ну, не всегда родители будут идеальными, это точно, поэтому любить их такими, какие они есть, просто потому что Бог подарил их именно нам. Вау, сильно. Аня, спасибо тебе большое. Спасибо. Я думаю, эта программа многим послужит. Спасибо. И, друзья, с вами был Диван вопросов от родителей. Как всегда, ваш ведущий Никита Никитин. Пишите нам, звоните, оставляйте свои вопросы, и мы будем задавать их нашим гостям. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...